Приветствую службу информации и я Денис Сидоров. Этим летом необходимо запустить чартерный рейс Сыктывкар-Симферополь, хотя бы в пробном режиме, чтобы понять, насколько он будет востребован жителям Коми, заявил Вячеслав Гайзер в ходе встречи с делегацией из Крыма. Глава республики дал поручение Минпрому региона усилить переговоры с авиаперевозчиками. Елена Кононова продолжит. Видеть крымскую делегацию в Коми Вячеслав Гайзер по признанию радов вдвойне. Есть уже конкретные шаги в сотрудничестве между Северной и Южной республиками. Открытие туристического офиса. Следующая задача – запуск прямого авиасообщения в Симферополь. Впрочем, как оказалось, перевозчики пока не готовы сказать определенные «да». Пусть даже и аэропорты предлагают льготные условия. Часто компании на такие вещи соглашаются, как демонстрация поддержки со стороны власти. Плюс реклама, конечно же, это то, с чего начинается поток. Потому что то, что они изучили поток, как его можно изучить, если его нет, потому что авиасообщения нет. То, что касается цифр, просто ток, у нас есть статистические данные по тому, сколько останавливается людей из республики Коми в наших санаториях. И теми, мы готовы поделиться с теми авиакомпании, которые будут рассматривать. Для того, чтобы они информацию с первоисточника, скажем так, объективную имели. По словам Вячеслава Гайзера, переговоры с авиаперевозчиками необходимо продолжить. И не только с теми, которые уже работают с республикой. Тем более, есть госконтракты с Крымом, которые уже обеспечат 2,5 тысячи пассажиров. Мне кажется, надо поподробнее поговорить с нашими предприятиями. Я имею в виду крупнейшими возможностями, наверное, с их стороны дать в виде какой-то соцпакета, соцпрограммы, возможность своим работникам отдыхать в санаториях Крыма. С участием или с соучастием республики в такого рода программу. То есть, едут в Крым отдыхать или в те направления, которые нам и по медицинским показаниям Минздрав рекомендовал. Значит, республика может в этом посоучаствовать. Средства предприятия наши, чтобы этот поток был четко зафиксирован и организован. Тогда, соответственно, нам действительно для перевозчика есть конкретика в цифру, что дурак отворять. Чтобы понять, насколько будет востребован чартерный рейс, необходимо пустить его хотя бы в пробном режиме. В свою очередь, министр курортов Крыма пообещал поговорить об этом с одной из крупных авиакомпаний Украины. Елена Кононова, Павел Фетисов, Николай Богданов, телеканал Юрган.